Здравствуйте, это программа Честное Слово, программа, в которой никто не врет, и я Маруся Загорская. Сегодня мы будем говорить о том, как можно улыбаться, несмотря на то, что ты в коляске. Я попала в ДТП. Вот сейчас еще чуть-чуть, я встану на ноги. Без ноги видела, без руки видела, но чтобы беременная на коляске, это нонсенс какой-то. А муж-то есть? Я говорю, есть. Нормальный. Мне так хотелось сказать, бьет, от того я рожаю. Так этих же детей кормить надо. Неужто мы не придумаем, что нам со спинным мозгом там нашаманить? Ирин, здравствуйте. Вот нам всем, конечно, практически невозможно понять, что такое быть человеком с ограниченными возможностями. Но чтобы стало чуть-чуть яснее, можете рассказать коротко, что вам нужно было сделать для того, чтобы просто приехать к нам на интервью? На самом деле для меня это уже легко, потому что я каждый день езжу на работу, по делам куда-то, с детьми. По приезду куда-либо обязательно попросить прохожего, чтобы он помог мне достать мою коляску из багажника. Ну и, конечно, преодолевать препятствия, потому что бордюры у нас нет нигде, скосов, спусков и вертикальные пандусы – это отдельная история. Но мир не без добрых людей, и я перед вами. Я знаю, что есть люди, которые даже если заблудились, им как-то неловко спросить, где они находятся. У вас еще более, наверное, щепетильная история. Вам нужно было как-то себя перебарывать, чтобы научиться? Да, безусловно. Первое время это был такой каждый шаг переступить через себя и наступить на горло, потому что мы привыкли к тому, что мы все можем сами. И я сегодня мне скажи, что я чего-то не могу. Нет, я могу все, абсолютно все. Только мне для этого нужно чуть-чуть больше, чем обычному человеку. И вы знаете, я поняла, что просить помощь нужно, независимо от того, на коляске ты или нет. А тогда, когда я увидела, часто вижу счастливые глаза того, кто помог. И часто ты понимаешь, что делаешь даже не только для себя, а может быть даже больше для того, кто тебе помог. Потому что мужчина идет угрюмый, весь в каких-то заботах, проблемах. Может быть, у него к себе какие-то вопросы есть. Он не чувствует себя сильным, настоящим мужчиной. И тут я прошу его помощи, он понимает, что он это может сделать. И я улыбаюсь, говорю им искренне, огромное вам спасибо. Часто говорю, вы сегодня мой герой. И от этого я вижу, как мужчина, который мне помог. Расправляет плечи, вышагивает более уверенными шагами вперед. А было такое, чтобы вам отказывали, там пугались? Конечно, конечно. Ну, знаете, даже не пугались. Во-первых, ну, наверное, это будет громко сказано, но не все верят, что я, не то, что верят, не каждый даже думает о том, что я прошу достать инвалидную коляску. И многие думают, что я сижу такая вся тут расписная, нарядная там часто, и мне просто лень или, ну, трудно достать самую коляску, возможно, детскую. И многие говорят, типа, ну, идите, открывайте багажник. Ну что, сидишь тут, даже багажник не можешь открыть свои машины. Я говорю, да нет, там инвалидная коляска, она для меня. Конечно, тут у человека сразу же меняется ощущение, он по-другому начинает стесняться, извиняться. Извиняться незачем, мне это, наоборот, как комплимент. Вот если говорить про наш город, вы сейчас сказали, что, в принципе, вы привыкли, но вот есть препятствия. Можете назвать, грубо говоря, топ-3 проблемы для человека в коляске в Барнауле. Я понимаю, что их, наверное, сложно будет все назвать, но прям вот самые-самые основные. Ну, как девочка скажу, что найти доступный салон красоты, массаж, там, салон массажей или каких-то процедур невозможно категорически. Если ты на коляске, то тебе не нужно ничего, тебе не нужно быть красивой, ухаживать за собой. Это мнение вот людей окружающих. Могу сказать, что с магазинами продуктовыми сейчас проблема решена. То есть туда можно без проблем зайти практически в каждый. А вот припарковаться и зайти непосредственно в здание – это достаточно сложно, потому что специализированные места, они в 99% заняты. Приходится вставать где-то там на обочине непонятно где, где нет скосов, большие бордюры, которые не преодолеть. И вот ты где-то припарковалась, ты идешь по проезжей части. Буквально вчера на Красноармейском возле торгового центра Первомайский я припарковалась на дороге, по проезжей части я обошла в окружную, до тротуара, там обошла и зашла. То есть, ну, вот такая достаточно часто сложность встречается. Когда плохая погода, если это снег, то попробуйте сдвинуться на колесах, да, на тонких, просто с места. Они утопают в снегу, скользко, это все на обода вот здесь намерзает, ты не можешь, руки примерзают. Если это варежки, допустим, какие-то тряпичные, они скользят. То есть, ну, это очень сложно вообще сдвинуться даже просто с места. И любая яма может стать последней на пути, когда колесики передние, они маленькие, они проваливаются в снег или в грязь, или в лужу, или в яму. И, ну, это можешь, собственно, просто выпасть, как у меня однажды и произошло. И тогда уже пришлось кричать, да, помогите. Ну да, конечно, тогда сразу же все увидели, что происходит такая история. Меня там подхватили, обратно посадили, я была в светло-сером газовом пальто, я в нежно-розовом платье, в нежно-розовом пальто зачерпнула ботинками из лужи. Вся эта грязь на пальто, на везде, ну, вплоть до там на лицо. Они меня подхватили, посадили, я шла в институт. Я учусь в институте, это было не в нашем городе, в Екатеринбурге. Но, конечно, меня подхватили, посадили, но уже никуда не пошла, ни на какую учебу, потому что я поехала домой переодеваться. Ну, я знаю, что вообще поехать домой зачем-то, как ни странно, приходится чаще, чем вы думаете. Ну да, вот я слышала о том, что иногда приходится в туалет домой ездить, да, почему? Ну, это вот, наверное, третья история, о которой стоит рассказать. Часто делаются в каких-то кафе или в заведениях очень узкие двери в туалет. Я уж не знаю, чем это обусловлено, потому что ты видишь, что, ну, физически расширить дверь можно было. Изначально делать нормальную, среднестатистическую дверь тоже можно. Это не говоря о том, что я сама маленькая, у меня узкая моя коляска, а есть мужчины, которые весят по 100 килограмм, они также передвигаются с помощью коляски, соответственно, она шире. И даже в обычную дверь достаточно они заходят в притирочку, не говоря о том, что зауженная дверь, это вообще даже я не могу туда попасть. Плюс, если ты там каким-то образом, недюжинными усилиями, все-таки пробралась в заветную комнату, получается так, что подойти, например, к заветному унитазу, будем называть вещь своими именами, нет возможности абсолютно никакой. Я не говорю о том, что многим необходимы вообще там поручень, да, и какие-то такие вещи. Мне этого ничего не нужно, я привыкла в эти русские, почему такие целеустремленные, почему наша паралимпийская сборная рвет всех просто в мелкие клочки, потому что нам каждый день приходится преодолевать такие сложности и трудности, что даже вот поручни в санузле нам даже не необходимо. То есть, вместо тренировки, да, просто нужно идти в туалет. Да, ну вот и это иногда оказывается невозможно, потому что просто не можешь пройти. Всем обязательно нужно пойти именно в этот туалет, вот там больше места, там кажется, что чище, меньше проходимость. Люди, девушки часто это делают, закрываются, заходят, приводят себя в порядок, а ты сидишь и не знаешь, какому богу молиться, чтобы она уже быстрее вышла. Хорошо. Дальше я буду вам задавать более личные вопросы. Так как у меня нет опыта вести такие интервью, я вам сразу говорю, что я не знаю, где территория запретная, на какие темы говорить можно, поэтому если вам покажется, что я что-то говорю некорректно, вы просто мне об этом скажите, что вы не готовы говорить об этом. Ну вот для начала, просто коротко, для тех, кто вообще не в курсе, хоть вы такая известная девушка в Барнауле, как вы оказались в коляске? Я попала в ДТП, банальная история, я разбилась, за рулем была сама, и винить мне в этом некого, и, наверное, слава богу, ну вот так. И что испытывает человек, когда он узнает, что вот его жизнь больше не будет прежней, это просто жизнь, ну, грубо говоря, за грани, за закрытой дверью? Что вы испытали? Ой, это было, конечно, стресс страшенный, но он настиг меня не сразу, потому что я, наверное, такой антигерой для тех, кто пишет, что мышление может все, твое желание, твои мысли, они могут тебя исцелить, поставить на ноги, изгнать рак и так далее, но со мной это не сработало. Я год не садилась в коляску инвалидную, я говорила, что это все временная история, что это вообще не про меня, что вот сейчас еще чуть-чуть я встану на ноги, мне просто нужно больше заниматься, больше ЛФК, больше массажей, иголок, пиявок, всякой такой истории, что только я не делала для того, чтобы встать на ноги и первый год, ела для того, чтобы заниматься, чтобы были силы, спала для того, чтобы были силы заниматься, снова там ела и спала, и не было ничего, кроме занятий, реабилитации, восстановления, ничего больше. Когда прошел год, мне порекомендовали поехать в Новокузнец, в реабилитационный центр, и мама говорит, что ты, ну, а я дома уже приучилась как-то там, когда все уходят, я сползала с дивана, ползла там в ванну, умывалась, приведу себя в порядок. Когда все уходят, чтобы никто не видел, то есть все. Ну, муж, ребенок, это же, ну, представляете, зрелище такое, мама у трехгодовалого ребенка ползет по полу в ванну, конечно, ну, и мужу моему это все было, ну, можете себе представить, это не то, что неприятно, я думаю, что это среди катастрофы, и мне даже только остается догадываться, что чувствовали окружающие люди в момент, когда я говорила, сейчас еще чуть-чуть, я встану на ноги. И когда мама говорит, нет, мы едем в реабилитационный центр, однозначно, настолько он сколько потребуется, говорит, ну, что ты будешь там ползать? Мы поедем и купим тебе коляску, хотя бы, пока ты не встанешь на ноги в реабилитационном центре. То есть они вас обманули, как ребенка трехлетнего? Ну, я думаю, что где-то тоже у них надежда была, и нам говорили о том, что оттуда уходят пешком, приезжают на коляске, уходят пешком, вам надо туда ехать. Я не видела коляски до момента, пока мы не приехали в Новокузнецк. И можете себе представить, открывается дверь нашей машины, и мне достают это просто, я даже не могу подобрать слово, огромное инвалидное кресло, просто такая телега. И муж руки протягивает меня взять, посадить. Я говорю, я не могу, я не хочу, мне не надо, я не буду. И у меня слезы градом, это не про меня, я не могу, я не сяду в это. Я вижу девушек, парней, молодых людей, которые сидят в колясках, и вы не поверите, они смеются. И я ехала, ревела, и не понимала, как можно сидеть в коляске, не то что смеяться, улыбаться, чему они радуются, как вообще можно жить. И первым шоком было для меня, когда я захожу в палату, в которой нас поселили, первые два дня не разговаривала ни с кем, потому что они на коляске, я-то не буду. Через три дня, наверное, прошел какой-то такой небольшой период адаптации. Я думаю, так, надо узнать вообще, прощупать почву, насколько это все. И я говорю, а ты сколько сидишь на коляске? Она говорит, у меня в этом году 9 лет. В смысле 9 лет? Как можно 9 лет жить на коляске? Как можно жить на коляске 9 лет? Для меня это было непонятно, для меня это было дико, и это было невозможно принять и осознать, и поверить в то, что я когда-нибудь скажу, что будет 9 лет на коляске. Что стало переломным, когда пришлось, или что-то изменилось, когда вы поняли, что теперь вот это ваша жизнь, как бы как это ни было. Три года мне потребовалось. Три года на то, чтобы принять эту ситуацию, не смириться. Я до сих пор верю в то, что что-нибудь придумают, и я еще буду где-нибудь отжигать на Ибице, пусть не будет 50, но будут еще в моей жизни танцы на своих двоих. Я в это верю свято и уверена, что это будет однозначно. Но мы, извините, на луну людей запускаем, неужто мы не придумаем, что нам со спинным мозгом там нашаманить, чтобы это свершилось. Я встала с ходунками. Я, ну, сказать, ходила нельзя, я передвигалась. На скелете и на желании. Когда ты одеваешь пластиковую тарань, фиксирует стопу, ты в замок ставятся к твоей колени, просто суставы за счет скелета. Тазобедренные суставы, ты выкидываешь ноги за счет боковых мышц. Ну, это просто, это как будто ты куклой, сам собой управляешь, да? Да, имитация ходьбы. И я в нее верила. Я очень долго, я захотела жить, я захотела купить себе машину. Муж мне мой сказал, что не то, что мне не поможет купить машину, сделать все, чтобы я ее не купила. Я тайком нашла работу. Села за руль, я ездила на новый рынок. Я выходила, ставила ходунки. Я покупала машину, чтобы мне было удобно сесть в нее, именно с положения стоя. Потом вставала, доходила до ближайшей палатки, покупала какие-то овощи, фрукты, брала одинаковые по весу пакеты в каждую руку. Все замирало вокруг, потому что у людей был шок, что я это еще и потащу в свою машину сама. Я, не знаю, дотаскивала все, что куплено было в машину. Вот так закидывала. Главное же, плечом поведешь, упадешь. Вот так закидываешь это все. Потом разворачиваешься, садишься, складываешь ходунки и все. 7 потом сошло, а я это сделала. Я знаю, что уже после аварии у вас появилось двое детей. Вот, во-первых, как вы на это решились? И, во-вторых, вообще, что вы слышали от знакомых, родственников, врачей и всех остальных людей, которым очень важно, наверное, было свое мнение сказать по поводу такого вашего, ну, с моей точки зрения, с точки зрения обывателя, наверное, отчаянного поступка. Я не могу сказать, что это отчаянный поступок. Я не могу сказать, что мне сложнее с моими детьми, чем маме, которая ходит. Я думаю, что у наших врачей не так много опыта, но вот вы как-то столкнулись с тем, что... Боже мой, что делать? Ну, конечно. Даже не то, что что делать. В нашей поликлинике это вообще было... Просто у всех был шок. И врач, которая должна меня была поставить на учет, она мне наговорила таких вещей, что я себя чувствовала просто хуже наркоманов, алкоголиков, пьяниц, бездомных, в общем, всех вместе взятых людей, которые не отдают отчета в том, что они делают. Но она мне просто... У нее был шок. Она говорит, нет, ну, без ноги видела, без руки видела, но чтобы беременная на коляске, это нонсенс какой-то. Прилетела домой, рухнула на кровати, я ревела просто без остановки, наверное, несколько часов. Для меня было непонятно, почему... Я абсолютно здоровый физический человек, несмотря на то, что я с ограниченными возможностями, но на мое здоровье... Репродуктивное здоровье, да? Репродуктивное, это никак не повлияло. Я могу родить здорового ребенка, более того, я могу его воспитать достойным гражданином своей страны. И почему можно было на меня столько всего спустить, я не понимала. Я приняла решение встать на учет платно, чтобы больше этого не видеть, ничего не слышать, не решать вопросов, как мне подниматься на третий этаж, когда врач не может спуститься, там, или еще что-то. И я ушла в платную клинику. Когда я узнала о своей третьей беременности, я скажу вам, что вот третья беременность я испугалась. Потому что я понимала, что маленькая разница. Я понимала, что мне с ними придется справляться самой, потому что, ну, муж, он работает, естественно, обеспечивает нашу семью. Я в тот момент тоже работала, я уже была моделью на неделях высокой моды. Кстати, беременна я туда и приезжала, и там дочь со мной проходила по подиуму, и я категорически намеренно, долго не думала вообще о том, что мне нужно вставать на учет. Почему я должна искать какие-то методы, как мне встать там платно, когда много, может быть, девушек, могут быть счастливы в семье, рожать детей, но у них не будет возможности платить за это такие деньги, это порядка 100 тысяч заедения беременности. Я поставила себе цель встать на учет бесплатно. И начались хождения по мукам. Ну, а что самое, что самое, вообще самое сложное-то было, то, что у нас нету там оборудования, которое оборудование. И не все есть, и есть даже в доступной клинике. Но просто когда люди узнают о том, что ты на коляске и собралась еще, о господи, родить ребенка, для них это за гранью вообще возможного, за гранью приемлемого вообще в принципе. Зачем тебе это надо? И я когда вот в одной клинике выслушивала женщину, которая говорит, а муж-то есть? Я говорю, есть. Нормальный. Мне так хотелось сказать. Бьет. Оттого и рожаю. Пьет еще в добавок. Ну, как бы нормальный. Она говорит, так этих же детей кормить надо. О, боже мой. То есть, вот я как раз хотела спросить. У нас же в России есть такой стереотип о том, что человек с инвалидностью, это скорее всего человек, который живет очень замкнутой жизнью, в нищете, на пособие. Надо обязательно дать. Там общество, может быть, не очень понимает. А сами люди с ограниченными возможностями вас понимают, что вы вот такая активная и на неделе моды, и на какие-то мероприятия гламурные. Можно же было вот не высовываться. И зачем это все вообще? Но могу сказать, что общество как раз меня принимает. И когда мы начинаем общаться с людьми, с которыми я вот совсем недавно познакомилась, и практически каждый мне говорит, слушай, ты знаешь, когда начинаешь с тобой общаться, коляску не замечаешь. Ее просто не видишь. Ты такой же человек, как и я. Я могу это подтвердить, но видите. Мне кажется, здесь, может быть, еще есть какая-то черта характера, потому что, ну, в основном, если ты общаешься с человеком с ограниченными возможностями, да, это тебе неловко. Ну, во-первых, да. Во-вторых, обычно человек реально или попросит у тебя деньги, или там, я не знаю, он будет обозлен на что-то, ты будешь себя чувствовать неловко не только от того, что ты там в каком-то, в более удобном положении, а именно от того, что человек будет на тебя злиться за то, что ты не виноват. Угу. Ну да, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, есть люди, ну, скажу честно, у меня одна единственная близкая подруга с инвалидностью на коляске, она живет в Екатеринбурге, она депутат городской думы, ну, и очень много у нее тоже регалий. В городе я практически не общаюсь. Есть еще один молодой человек, с которым мы тоже, ну, можно сказать, дружим, но редко видимся, потому что, ну, загруженные работы и детьми, и так далее, семьей. Вот. Больше как бы нет, но когда я приезжала на АТР, на этой точке роста, выступала спикером на этом мероприятии, как раз перед людьми с ограниченными возможностями, когда я рассказывала о том, что, девушки, я призываю вас, независимо от того, что вы на коляске, вы должны обязаны этому миру подарить себя красивую, вы должны ухаживать за собой. Такие губы поджали, ухмылки. Совершенно. Нет. И я прям уловила, вот о чем думает аудитория. У тебя-то муж, тебе все. У тебя родители-то по-любому богаты, у тебя-то муж-то 100% олигарх, там и так далее, и так далее. Я говорю, я предвосхищаю ваши вопросы, отвечу, что моя мама музыкальный руководитель в детском саду, мой папа водитель, и всю жизнь им был. Мой муж вообще, и мы сегодня живем на Восточном, только будем переезжать с него, мой муж выходит с Восточного, скажем прямо, у него нет богатых родителей, все, что мы на сегодня имеем, мы этого добились, только я и он вместе за руки взятые. Я каждый год пишу себе список, ну не то, что это можно назвать мечтами, такие дела, которые мне всегда хотелось. Да, ну это даже больше, знаете, такие, ну какие-то маленькие мечты, которые сделают меня чуть счастливее. Угу. У вас, можете назвать, если у вас есть, там, три таких дела? Три таких цели. Ага, ну если из таких физических приземленных, мне хочется купить приставку, которая мне существенно облегчит жизнь, это такое колесо, которое вот сюда у меня, вот видите, это я на пробу ездила, мне здесь намотали, одевается приставка, ты берешь все за руль, спокойно себе едешь, потому что недавно мы летали там в Вену с подругами, все вчетвером на колясках, если вы видели, и, конечно, ну руки были в кровь, в перчатках, не потому что там что-то, потому что мы проходили очень много, очень много. Прыжок с парашютом, это моя прям мечта, мечты, я надеюсь, что этим летом я ее существую, а я когда поехала на прыжок с парашютом, в итоге я полетала с парапланом, на параплане я летала, парила, свободное падение, вот это, знаете, когда камнем летишь, только потом заводится мотор, и при этом ты на параплане, это не самолет, скажем так, тебе нет ощущения все равно защищенности, ты летишь, и вот твои ноги, ты видишь ноги, и сразу же бездна, это тоже очень круто, и, конечно, мне бы хотелось попробовать попилотировать самолет, ну, маленький. Я желаю вам, чтобы то, то, на что вы надеетесь, то, что будет изобретено какое-то средство, чтобы это все-таки сбылось. Спасибо. Спасибо большое. Про роды я хотела спросить. Хорошо, что мы уже выключили. Ну, вам-то, наверное, не больно было? Вы знаете, мне не дали попробовать. Я искала роддом, который мне позволит родить самостоятельно. И у всех это вызывало такую панику, причем я приезжала с Кипой вот такой вот документ, где русским по белому написано, что даже у женщины, находящейся в коме, самопроизвольного рода происходит. Мы ждали, когда родится мой ребенок самостоятельно, но он перевалил за 3,5 килограмма по УЗИ, и в ради говорит, ну, все-таки это уже может быть опасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова